Так, коллеги, вижу, запись включилась. Меня слышно? Слышно, видно? Хорошо, спасибо. Ну, тогда начнем. У нас сегодня вебинар, тема вебинара «Единая версия правды по всем виду учета в 1С», на котором мы проговорим на примерах кейсов проектов Петровича и Инвитера, ну и других наших проектов из практики, как можно добиться «Единой версии правды» из систем 1С, какие технические, организационные, методологические процедуры необходимы и рекомендуется с нашей стороны выполнить именно из проектной практики, и больше практических советов и наших способов, лайфхаков, как мы действуем на проектах, принимая те или иные технические или методологические решения. Так, и презентацию тоже все видно, да, коллеги? На всякий случай спрошу. Мы представляем компанию Корус Консалтинг, это мультивендорная компания, которая на различных платформах и на различных вендорах продуктов запускает системы ERP-класса, CPM, SET, MDM и так далее, то есть различного класса системы. Основа работы компании – это как раз оказание услуг по внедрению, построению этой инфраструктуры и внедрению различных систем, не только учетных. Я представляю подразделение, которое занимается 1С, и в частности практикой по финансовому учету, бюджетному планированию, казначейству. То есть все, что касается финансов. Пару слов обо мне. Я больше 20 лет работаю в IT-сфере, практически вся карьера в IT. Больше 25 успешных проектов. В основном моя специализация – это как раз финансовый учет, взаимодействий учет, МСФО, казначейство, бюджетирование, бюджетный контролинг, P2P-процессы. То есть это проект последних 10, даже больше лет. Соответственно, за это время накопилось достаточно большое количество практики, в том числе и у меня, и у моей команды, в части работы как с методологами, так, конечно, и с заказчиками, и в проектах сближения, то есть тех проектов, о которых мы сейчас будем говорить. Пару слов расскажу о регламенте. Основная часть у нас будет полтора часа в виде доклада, то есть по темам я расскажу тот материал, который мы подготовили с своей стороны. Если по ходу действия возникают вопросы, пишите их сразу же в чат, в чате вопросы будут собраны, в конце доклада я отвечу на вопросы в чате. Презентацию и запись мы вышли участникам после вебинара, соответственно, если что-то пропустили, можно будет посмотреть. Ну, соответственно, если возникнут вопросы уже от компании в частном порядке, мы можем поговорить уже там отдельно про функциональность систем, либо подходы, которые я озвучиваю на нашей встрече. Про что будем говорить? Единой версии правды можно добиться как раз за счет определенных технических, организационных и методологических процедур из системы. И условно разделили на несколько блоков. Это все, что касается сближения видов учета, отдельно подробно про это поговорим. Особенности разработки методологии с учетом ограничений IT-систем, с учетом ограничений именно 1С. Что и как можно оптимизировать части бизнес-процессов и процедур для быстрого закрытия, чтобы правда была не только единой, качественной и аудируемой, но и данные по управленческому учету доставлялись до пользователей быстро. Это всегда задача, которая рассматривается в связке. Дальше мы поговорим про управленческие аналитики с учетом ограничений 1С, как нагрузить и как в практике нагружаем аналитическими разрезами 1С так, чтобы не сломать бухгалтерский учет и система не тормозила. То есть с большим количеством аналитик. И последний блок – это метрики по производительности систем. То есть какие метрики мы получали в коробочных решениях и какие метрики выходили после тюнинга производительности. Ну и, соответственно, проговорим, я расскажу, какие мы способы применяем для высоконагруженных систем, для того, чтобы разогнать систему до нужной производительности, нужных скоростей при обработке большого количества данных. Это вот наша тема на сегодня. В первую очередь поговорим про проекты, которые взяты за основу, но они взяты как примеры, взяты не случайно, потому что они на двух разных платформах и сами по себе достаточно большие проекты, показательные. Первый проект – это проект СТД Петрович, строительный торговый дом Петрович. Это крупнейший отечественный DIY-ритейлер в России, который имеет большое количество SKU, соответственно, много каналов продажи, большое количество доставки. То есть это большое количество оперативного учета, сложная себестоимость и так далее. На этом проекте как раз совместно с методологами, с компанией Янкл, была полностью переработана вся методология учета, бюджетного планирования, контроля, сближенные учеты, сближенные участки учетов, разработаны методики, и все это было внедрено на платформе BitFinance. Система получилась высоконагруженная, поэтому в том числе в этом проекте решали задачу по производительности. На больших объемах 3-5 миллионов транзакций в месяц. Следующий проект – это уже на платформе управления холдингом. Там задачи были поменьше, но того же класса. То есть это было сближение управленческого МСФО учета, проработка управленческих аналитик, которые должны попасть в отчетность, блок казначейства. Ну и из особенностей тоже достаточно высоконагруженная система, большое количество данных, потому что компания Invitro известна во всей России. Большое количество офисов, соответственно, большое количество данных. Ну и несколько стран. То есть в целях консолидации управленческого учета МСФО интегрировались с системами СНГ. Это те два проекта, которые легли в основу нашего материала, но, естественно, из других финансовых проектов, где решались аналогичные задачи, мы сделали выводы, и выводы эти как раз сформулировали в нашей сегодняшней презентации. Про сближение видов учета. Наша как раз первая тема, рассмотрим ее достаточно глубоко. В последние годы, это последние четыре, наверное, года, явно виден тренд на сближение видов учета, бухгалтерского управленческого МСФО учета прежде всего. И если анализировать по триггерам, то есть что служит тем переломным моментом, когда компания принимает решение о том, что виды учета необходимо сблизить. Первый, самый частый триггер – это старт проектов по СКОС. По сути, возникает требование акционеров, собственников или топ-менеджмента компании по получению данных по управленческому учету, по фактному анализу, по МСФО очень быстро. То есть второй день, третий день после закрытия, пятый день после закрытия, для кого-то десятый день после закрытия – это уже хорошая дата. То есть уйти с дат 25-30 числа на 8-10 число. Соответственно, для того, чтобы это сделать, необходимо провести большое количество процедур. И одна из них – это как раз сближение видов учета для того, чтобы было меньше корректировок. Потому что каждая корректировка добавляет времени на ее расчет, проверку, корректировки, если что-то посчитано неправильно. И все это ложится на критический путь закрытия, что опять всегда отодвигает отчетность. Убирая лишние корректировки, как раз можно за счет этого снижать сроки формирования отчетности. Поэтому проекты FastClose – это как раз самая частая причина, и отреги, с которого стартуют процедуры сближения. Иногда смена ключевых пользователей отчетности, то есть когда приходит новая команда топ-менеджмента, им недостаточно текущей скорости по формированию отчетности. Они инициируют сближение для того, чтобы, опять же, получить большую скорость формирования управленческой отчетности. Иногда триггером служит недоверие ключевых пользователей отчетности, сложное объяснение расхождений. Потому что если расхождение постоянное, носит постоянный характер, а чаще всего так и есть, то по финансовым подразделениям приходится ежемесячно, каждый период, объяснять, почему расхождение, почему в одной отчетности одни суммы, в другой отчетности другие, почему разная себестоимость, почему разная выручка. И у пользователей отчетности постепенно пропадает доверие к этой отчетности, особенно если есть необъяснимые расхождения. Это тоже часто служит триггером для того, чтобы перейти в модель сближения. Следующая причина – это новые требования к отчетности аналитикам и метрикам бизнеса. То есть, когда и бизнес меняется, то есть, например, открывается новый канал продаж, добавляется франчайзинговая сеть или еще что-то, и меняются именно сами требования со стороны бизнеса, и это тоже часто служит триггером для переключения на новую модель учета, которая даст цифры быстрее и с меньшими затратами. Естественно, резкие изменения внешних условий, либо появление новых требований, тоже часто служат причиной старта проектов по методологии и перевнедрению систем. Иногда системы компании подходят к точке, когда уже понимают, что их текущая ERP-система или финансовая система устарела, морально, технически и так далее, пользователи, уже им сложно работать, то есть система разрослась до невероятных размеров и сложностей, и в этом случае как раз принимается решение по перевнедрению системы, и перевнедрение системы – это как раз один из лучших моментов для того, чтобы инвентаризировать все методологические принципы, аналитики, отчетность и войти в новую систему уже с пересмотренной моделью управленческого учета, планирования, чтобы она обеспечивала компанию данными в ближайшие 3, 5, 7 лет по жизненному циклу системы. Ну и выход на IPO всегда является триггером практически для проектов FastCalls, ну и, соответственно, это за собой ведет уже и требования по сближению видов учета. Почему учеты разные, в чем корень, почему такая складывается ситуация в компании? Ответ очень простой – разные пользователи отчетности. По факту у одних и тех же хозяйственных операций, то есть в компании происходит хозяйственная деятельность, хотя, не знаю, списываются материалы в производство, например, или какие-то услуги по маркетингу оказываются. Но одни и те же цифры для разных пользователей интерпретируются по-разному. То есть с точки зрения ФНС и регуляторов – это одна аналитика, одни типы расходов, принимаемые и непринимаемые, например, расходы. Для бухгалтерского учета, который регламентируется тоже законодательством, но сейчас больше дается возможности для ведения учета, ведения условных начислений, но, тем не менее, пользователи этой отчетности больше бухгалтерии, и бухгалтерия несет ответственность за эту отчетность и за соблюдение стандартов отчетности, для того, чтобы предоставлять качественную отчетность также, опять же, в регулирующие органы. Зачастую подразделения управленческого учета, бухгалтерский учет, не используют в качестве цифр для принятия каких-то управленческих решений. Они используют как раз уже следующий вид учета – управленческий учет. Основные пользователи – это менеджмент компании, внутренние подразделения. В этом учете как раз самое большое количество аналитик, и другие могут быть совершенно учетные принципы, которые отличаются от бухгалтерского учета. Касается признания выручки, того, что есть тех затрат, которые включаются или не включаются, все бестоимости, и так далее. Ну и МСФО-учет, его пользователи обычно – это международный язык отчетности. Только с этой отчетностью можно привлекать внешние инвестиции в иностранных банках, и российские банки многие требуют МСФО-отчетность. Акционеры часто, если это иностранные акционеры, требуют МСФО-отчетность. МСФО-отчетность содержит в себе меньше аналитик, но она формируется по определенным принципам, которые обеспечивают доверие к этой отчетности, особенно если эта отчетность аудируется. Соответственно, мы получаем четыре разные группы пользователей с разными и нередко противоречащими друг другу требованиями, и в системе приходится делать все эти четыре интерпретации одной и той же хозяйственной операции. И из-за этого учеты разъезжаются, то есть по цифрам с точки зрения оборотно-сайдной ведомости, с точки зрения факта бюджета. И это как раз приводит к тому, что каждый из этих видов учета, финансовое подразделение прежде всего, вынуждено обслуживать и обслуживать все корректировки и разницы между этими видами учета. К такой ситуации зачастую приходят российские компании. Что сделать? Что преследует цели? Какие цели преследуют сближение видов учета? Цель достаточно простая – это уменьшить количество корректировок. То есть нужно понимать, что каждая корректировка стоит денег. Эту корректировку кто-то должен делать, ее кто-то должен контролировать. Мало того, что эта корректировка несет в себе трудозатраты, ну и, соответственно, флот. Кроме того, это время, лицензии, сервера, мощности, оборудование и так далее. Если собрать стоимость корректировок, некоторые компании, кстати, делают это упражнение, оценивают, сколько стоят те или иные корректировки, чтобы понимать, стоит ли это делать, и какая будет цена принятия решения по уходу от этих корректировок. Соответственно, за счет уменьшения количества корректировок мы получаем высокую скорость, более высокую скорость формирования отчетности, потому что не нужно делать эти корректировки. Мы один раз посчитали себестоимость, и эта себестоимость одинакова для всех, для бухгалтерского учета, для управленческого учета, для МСФО учета, например. Не нужно три раза считать себестоимость. Многие компании как раз это делают. Возникает больше доверие к отчетности, так как меньше сложных и необъяснимых или объяснимых разниц. Как я говорил уже, это прямая экономия на затратах, на фоте и на других статьях. Качество отчетности повышается, так как любые корректировки, это кроме того, что корректировки, это еще и ошибки. Больше корректировок, больше ошибок. Соответственно, меньше корректировок, мы получаем более достоверную и качественную отчетность и меньше необходимых контролей. У финансистов высвобождается время от рутинных операций, они могут перейти к анализу, поиску закономерностей, трендов, формированию выводов для руководства. И полезная аналитическая работа. Ну и самое такое тоже ощутимое с точки зрения проектных затрат, сближенные корректировки гораздо проще и дешевле автоматизировать, чем каждую. У компании бывает 50-70 корректировок. Если автоматизировать каждую корректировку, это превращается в достаточно большой бюджет. Если снизить их количество до 5, например, то это прекращается в меньший бюджет. Хотя с точки зрения системы все равно приходится дорабатывать некоторые моменты. Как сближаются участки учета? Какие корректировки сближаются? В последнее время мы чаще всего видим, что управленческий учет и МСФО учет сближаются полностью. То есть это сейчас уже как раз... Раньше это была редкая ситуация, сейчас это наиболее частая ситуация. Технически что это значит? Это единый план счетов для управленческого МСФО учета, с которого собирается отчетность и для управленческого учета. Это значит, что на плане счетов выводятся все необходимые аналитики управленческого учета на пельные счета, на балансовые счета и так далее. И для МСФО отчетности все собирается с этого же плана счетов. Соответственно, устраняются все разницы, разночтения в порядке признания, выручки, затрат, активов и так далее, задолженности. И это позволяет ввести, по сути, на одних проводках, на одном комплекте проводок оба вида учета. Следующим шагом сближается бухгалтерский учет с управленческим МСФО. Это сложная достаточно операция, потому что с точки зрения бухгалтерского учета подразделения бухгалтерии обычно консервативные подразделения и стараются не использовать, например, условные начисления или отражения документов без бумажного носителя, без фактически подтвержденного документами расхода. Но, тем не менее, в проектах сближения, например, в бухгалтерском учете, вполне возможно, сейчас так делается, можно делать, например, условные начисления или условные начисления по нормативным затратам, или условные начисления по графикам, или условные начисления по дополнительным данным из системы, например, стоимости перевозки между конкретными точками в логистике, включение транспортно-заготовительных расходов, себестоимость продукции. Это все в бухгалтерском учете сейчас делать можно, и за счет этого как раз можно сблизить бухгалтерский учет с управленкой и с МСФО. Что здесь важно, при сближении бухгалтерского учета с управленческим МСФО, он отдаляется, расходится как раз с налоговым учетом, потому что если мы в бухгалтерском учете, например, делаем условные начисления по транспортно-заготовительным расходам без пришедших еще документов, то в налоговом учете мы, конечно, так делать не можем. И у нас появляется разница. Мы считаем, что это нормальная ситуация, потому что современные системы 1С вполне хорошо ведут учет разниц и вполне могут обслуживать эти разницы автоматизированно, то есть не привлекая дополнительно трудозатраты со стороны бухгалтерии. Естественно, за этими разницами нужно следить, но тем не менее, с точки зрения 1С уже достаточно много автоматизированных моментов, регистров в учетном плане для того, чтобы эти разницы автоматически отслеживать. Поэтому в предельном случае бывает, что бухгалтерский управленческий МСФО-учет сближается полностью. Есть такие кейсы на компании. Какие корректировки сближаются? Здесь чуть-чуть подробнее. В первую очередь сближается себестоимость, потому что считать 3 себестоимости со всех сторон очень затратное мероприятие и удлиняет сроки закрытия, и съедает мощности, и выверка занимает очень много времени, пересчеты, если что-то посчиталось неправильно. Поэтому первое, куда смотрят, это сближение себестоимости. Что в себестоимости? Это, во-первых, определение, какие затраты вложатся непосредственно в себестоимость продукции, товаров или услуг. То есть по статейной себестоимости, что включается в себестоимость. Одинаково для всех видов учета. То есть для мгалтерского, для управленческого, для МСФО. Это важно. Дальше сближается момент признания затрат. То есть если мы какие-то, как я говорил, например, транспортно-заготовительные расходы хотим видеть в себестоимости, в структуре прямой себестоимости затрат, то мы можем сразу же начислять их в гадском учете. И эта уже посчитанная себестоимость может браться за основу, транслироваться, по сути, в остальные виды учета. Определяется единый принцип расчета себестоимости. То есть бывают ситуации, кейсы, когда в бухгалтерском учете котловая себестоимость, в управленческом учете ФИФО, партионная себестоимость. Естественно, они никогда не сходятся. Всегда есть расхождение. Эти расхождения невозможно объяснить, посчитать, потому что для каждой СКЮ это слишком трудозатратно, ежемесячно для этих расхождений. И там невозможно их свести к какой-то логике. Поэтому, опять же, чтобы не считать дважды, выбирается одна модель, и эта модель применяется, себестоимость считается один раз и распространяется. Просто не пересчитывается по-другому. Ну и, соответственно, прямые или распределяемые расходы, это прикликается с первым пунктом, что включается в себестоимость. Будут ли, например, складские операции распределяться в себестоимость продукции или нет. Будет ли доставка до клиента распределяться в прямую себестоимость продукции или товаров или нет. То есть вот такие модели выбираются едины для всех с оглядкой на бухгалтерские стандарты, на стандарты МСФО, естественно, и для управленческого учета уже принимаются как требования. С учетом всех ограничений. Дальше сближается выручка. Самое простое – это по статьям выручки, видам выручки, аналитикам выручки. То есть в первую очередь это моменты признания выручки, когда мы считаем, что выручка на 90.01 уже считается отраженной, что прошел момент реализации. Порядок расчета выручки, порядок распределения выручки. Если он, например, распределяется между подразделениями или аналитиками, или проектами, то есть какими-то аналитиками, которые в дальнейшем в управленческом учете используются. В основном здесь сближают именно на уровне статей. И третий блок – это различные участки параллельного учета. Это учет основной, ну, традиционный, который у нас формирует разницу между учетами. Это учет основных средств материальных активов. То есть там сближается порог признания, например, принимается единый порог признания. Основное это средство или малооценка, например, 100 тысяч или 50 тысяч. У кого какая учетная политика. Момент признания даты ввода в эксплуатацию, он может различаться между бухгалтерским управленческим учетом и МСФО. Соответственно, первоначальная стоимость, ну и, как следствие, единая амортизация. Этот участок в редких случаях сближается полностью, но нередко все равно есть основные средства, по которым разница остается. Но, тем не менее, по большинству основных средств можно провести эту процедуру и, опять же, снизить количество корректировок. Дальше, соответственно, идет учет финансовых инструментов, в том числе финансовая аренда. Уже сам регулятор, то есть государство, сделал шаги в этом направлении. КФРС-16, разработан ФСБУ-25, своими особенностями, который, тем не менее, тоже сближает этот участок бухгалтерского учета с МСФО. Часто сближают резервы по дебиторке, оборачиваемость ТМЦ, отпуска, бонусы и различные специальные резервы. Точно так же, чтобы их не считать два раза или три раза, в зависимости от количества учетов. И, по прочим доходам и расходам, идет по статейным сближениям. Это то, что чаще всего сближается. Вообще, в процедуру сближения выделяются все хозяйственные операции, по которым могут быть разницы. У каких-то компаний это, например, 40 операций, у каких-то компаний это 250 операций. И по каждой операции хозяйственные проводятся как раз ее проверка на возможность сближения. Идем дальше. Что с точки зрения законодательства? Что он говорит о законодательстве по сближению? Законодательство на самом деле точно так же идет крупными шагами в сторону сближения. Об этом говорят и появившиеся недавние стандарты. Есть старые стандарты по МСФО. Если главная компания ведет учет по МСФО, то могут дочерние зависимые общества руководствовать со стандартами МСФО и сближаться. Принят новый стандарт по оценочным обязательствам и условные обязательства, условные активы, по сути, про условные начисления с ограниченным применением. Как я уже говорил, под 16-й ФРСный стандарт по финаренду выпустили ФСБУ 25-й. Мы внесли изменения в ПБУ 5-й по запасам. И сейчас уже планируется и разрабатываются стандарты ПБУ по финансовой аренде и основным средствам. В ближайшие год-два мы увидим выпуск новых стандартов, которые также касаются сближения бухгалтерского МСФО учета. Ну и, соответственно, это найдет отражение уже в типовых релизах 1С. То есть государство также поддерживает, скажем так, этот тренд по сближению. Что с точки зрения аналитик и вообще архитектуры при сближении? У нас в последнее время вырисовывается вот такая устоявшаяся уже модель учета. В этой модели учета у нас присутствуют первичные документы, которые либо формируются в самой системе, что полностью очень редкая ситуация. Чаще какая-то часть первички загружается из ERP-систем, из торговых систем, из биллинговых систем. То есть там, где ведется оперативный или производственный учет. Ну и, естественно, часть первички заводится уже непосредственно в системе. Это чаще всего участки основных средств, банк, касса и так далее. То есть те участки, которые относятся больше к бухгалтерскому учету. Дальше, соответственно, это отражается на плане счетов бухгалтерского налога учета, который мы рекомендуем оставлять типовым. Вот я вижу вопрос там вести управленческие аналитики задачи бухгалтеров. Здесь вопрос организационный, так скажем. В некоторых моментах делают так, что бухгалтер, так называемый смарт-бухгалтер, бухгалтер отвечает за весь участок учета. По бухгалтерскому учету на плане счетов РСБУ и по МСФО учету, например, участок основных средств. То есть и по бухгалтерскому, и по МСФО. После сближения это как раз очень правильный подход, потому что не должно как раз возникать разницы между этими участками учета. С технической точки зрения, как я говорю, у нас чаще всего приходим к модели, когда план счетов бухгалтерского налога учета мы стараемся оставить максимально стандартным, для того, чтобы не сломать НДС, не сломать формирование автоматической декларации, заполнение регистров НДС, ну и, соответственно, формирование регламентированной отчетности. С точки зрения аналитик, также, то есть план счетов стараемся не менять, или менять точечную только там, где это не критично для отчетности, для реглоотчетности. Ну, например, разбивка 76-х счетов. Она не критична, их там можно разбивать дополнительно, как необходимо для учета. Дальше, даже для ситуации, когда у нас мэппинг, ну, полностью сближены все участки учета между бухгалтерским учетом и МСФО, настраивается мэппинг один в один, который уже наполняет, по сути, теми же цифрами, пересчетов никаких в процессе мэппинга не делается, уже план счетов управленческого учета и МСФО. На нем как раз выведены всевозможные дополнительные аналитики, например, там на 90-х, если там российскими считаем, на 90-х счетах каналы продаж, центры финансовой ответственности, проекты, там на 90-х, например. То есть все уже управленческие аналитики, они сидят на этом плане счетов. Откуда они берутся? Они берутся как раз из первичных документов. То есть при сближении видов учета, при отражении первичного документа, уже чаще всего должны быть разнесены, как минимум, все прямые аналитики управленческого учета. И там, где невозможно получить прямые, делается распределение, либо реклассификация через мэппинг, либо распределение уже на плане счетов управленческого учета и МСФО. И там делаются аллокации распределяемых расходов тоже по управленческим аналитикам. Таким образом, у нас более-менее стандартным остается весь бухгалтерский налоговый учет, а все аналитики после сближения наполняются на плане счетов управленческого учета и МСФО. Вот такая сейчас часто применяемая архитектура. В разных вариациях она с точки зрения ядра практически остается в таком виде. Для того, чтобы провести сближение, необходимо провести определенные методологические работы, методологические процедуры. И здесь, если идет задача по сближению, то здесь даже не столько важно, кем эти процедуры проводятся. Я имею в виду, это внутренние ресурсы компании или это внешние подрядчики. Важно, что эти работы необходимо сделать, и у этих работ есть определенные результаты на выходе, документы. И эти документы должны пойти на вход уже проекта внедрения. Я про эти документы поподробнее расскажу. Сначала про процесс методологии. Мы в наших проектах как сами выступали в качестве методологов, так и, например, наши подразделения, соседние департаменты выступали в качестве методологов, например, по бюджетированию или по МСФО. Так мы работали в разных конфигурациях с внешними и внутренними внутри компании методологами. Внешние это с четверкой, например, и не с четверкой. И внутренние методологии – это когда в самой компании есть подразделения, которые отвечают за методологию, и они служат как раз постановщиками, работают как постановщики задачи для внедрения системы. Соответственно, мы выделяем на проектах три роли. В этих ролях умышленно не показывают подрядчики или собственные ресурсы. С точки зрения разработки методологии выполнения этой задачи выделяются три роли. Кем эти роли будут закрыты – это уже вопрос взаимодействия, конфигурации команды. Выделяется роль функционального заказчика – это пользователи отчетности. То есть это топ-менеджмент, руководители подразделений. Их задача – сформулировать прежде всего требования к отчетности. То есть, что, какие показатели, с какой детализацией они хотят видеть в отчетности уже непосредственность системы. Ну и, соответственно, от них же могут происходить какие-то требования к учету. Как учитывать рекламу или коммерческие расходы, или как рассчитывать себестоимость. То есть требования именно к управленческому учету формируются от них. Задача методологов – собрать как раз эти требования с функциональных заказчиков, сверить эти требования с лучшими практиками, предложить подходы к реализации, опять же, там, используя лучшие практики. И очень важная задача – синхронизировать требования внутри заказчика, то есть внутри функциональных заказчиков. Нередко ситуация бывает, когда функциональные заказчики выдвигают противоположные или противоречивые требования. И здесь как раз часто задача методологов, как переговорщиков, синхронизировать эти требования, согласовать их со всеми подразделениями. Чтобы все договорились, что там с такого-то числа они будут работать по новым принципам, которые для всех утверждены, для всех понятны. Ну и, естественно, разработка методологических документов, задачи методологов. На выходе у них учетные политики, положения, методики, числовые примеры, модели какие-то в Excel. Все, что нужно подать на вход интегратору для дальнейшей автоматизации. Интеграторы – это специалисты, которые реализуют уже функциональные требования в системе, то есть они берут функциональные требования, пишут технические задания, как эти функциональные требования будут реализованы в системах, как будут работать интеграции, где и как там, например, будет считаться себестоимость. Здесь как раз именно техническая часть, техническая задача. Очень важный момент, я там тоже про него дальше скажу, чтобы функциональный архитектор от интегратора участвовал на этапе методологии. Это очень сильно снижает и объем дальнейших доработок в системе, соответственно, стоимость проекта, и очень снижает риски того, что система вообще не заработает и не взлетит с такой методологией. Ну, опять же, из-за большого количества доработок или неучтенных каких-то ключевых ограничений. Какие бывают конфигурации по разработке методологии и вообще внедрению системы? Я коротко по ним пробегусь и расскажу про некоторые особенности. Первый вариант, когда все внутри компаний, внутри заказчика, функциональные заказчики, естественно, методологи и интеграторы. Это очень редкая ситуация, потому что проект требует извлечения большого количества ресурсов, и проект – это же временное мероприятие, на год, на полтора, и быстрое выделение большого количества ресурсов с текущего штата, причем ресурсов, которые профессионально занимаются постановкой методологии и внедрением систем, это достаточно затруднительная задача. Только в очень крупных компаниях есть там проектные подразделения, которые этим занимаются профессионально, и то они так же привлекают подрядчиков. Но, тем не менее, такие кейсы на рынке есть и запускаются там успешными проектами. Второй вариант – это когда подрядчик выступает в едином лице, то есть из одного окна компания получает и методологию, и систему, сделанную по этой методологии. Очень удобный вариант для компании, сильно снижает ее риски как раз нестыковки методологии и системы. И очень удобный сервис, что это получается все из одних рук. Никто никого не показывает пальцами, что там методология без учета ограничений разработана, или методологию не могут внедрить в систему, и так далее. То есть этих рисков удается в этой конфигурации сбежать. Третий вариант конфигурации – это когда два подрядчика одноранговых, один отвечает за методологию, второй отвечает за запуск системы, ну и функциональный заказчик. Это сложная конфигурация для заказчика, прежде всего для компании. Почему? Потому что в данном случае заказчик выступает как генподрядчик, то есть он должен состыковать методологов и интеграторов, синхронизировать их работу и, по сути, отслеживать качество, результат и сроки. То есть выступать, как я говорил, вроде генерального подрядчика. Это сложная функция, сложные компетенции. Ну вот, например, проект Петрович, про который мы говорили в начале, мы работали именно в такой конфигурации, и внутри компании очень сильная команда и IT, и финансовых специалистов, и они успешно выступали именно в роли генподрядчика. То есть ввели проект с точки зрения сроков, качества. Ну, все работали в одной команде. Это вот очень важно организовать в такой конфигурации. И она достаточно сложная. Но с другой стороны, она более, получается, такая модульная. Вот, четвертый и пятый вариант – это вариации с генподрядчиком. То есть в четвертом варианте методолог выступает в качестве генподрядчика, от тебя заводит несколько, там, для одного интегратора, который внедряет систему, и, опять же, сдает компании систему под ключ, вот, отвечая полностью за результат. Компании, которые занимаются методологией, не очень любят, насколько я знаю, такой вариант работы, потому что все риски интегратора ложатся на них. То есть если там разработана неправильная система или какие-то ошибки, за все это приходится отвечать генеральному подрядчику. Вот, основные риски – это как раз риски, которые приходят со стороны интегратора или интегратора. В пятом варианте у нас генподрядчиком является интегратор, методолог подрядчиком. Это тоже варианты с рисками для интегратора и для заказчика, потому что методология может растянуться, очень часто имеет свойство растягиваться по срокам. И для интегратора это сложная ситуация, потому что необходимо сдвигать сроки, передоговариваться с подрядчиком или менять там какие-то скоп работы. Идем дальше. Практически советы, что необходимо учесть при разработке методологии. Это то, что мы вынесли для себя из совместных проектов. Первое – это не забыть спросить бизнес об их потребностях в аналитике. Вроде очевидная вещь, но нередко заказчиком финансового проекта, то есть управленческим учетом, сфок, значительством и так далее, является именно финансовое подразделение и финансовый директор. И финансовое подразделение закрывает прежде всего свои задачи, то есть обеспечение отчетности, качества и так далее. А вот с точки зрения аналитик оперирует тем, о чем договаривались с бизнесом ранее. Но если провести встречи с бизнесом, подробные достаточно встречи по их потребностям с точки зрения аналитик, можно выяснить очень много полезных вещей, которые некоторые моменты достаточно легко добавят в систему. Например, учет сделок B2B в разрезе контрагентов. Вот не было такого учета, а потребность есть, вывести эту аналитику очень просто, потому что она уже в разрезе контрагентов, если просто выделить сегмент, мы получим эту аналитику в отчетности. Но бизнес это требование до этого времени никогда не озвучивал. Вот озвучил, мы требования включили, они в отчетности получили свои сегменты с точки зрения классификации контрагентов. И это очень важно делать на старте методологии. Согласовывать важное решение между всеми подразделениями на рабочих сессиях, для того, чтобы не было такой ситуации, что мы запускаем там систему, какое-то подразделение говорит, что мы не в курсе, мы этим пользоваться не будем. Или для нас функция это невозможно, так не будет работать, вы не учли того-то и того-то. Поэтому нужны рабочие совместные сессии всех подразделений, которые затрагивают методологическое решение. Мы считаем важным определиться с учетными системами архитектуры до начала разработки методологии. Есть два подхода. Первый подход – разрабатываем методологию, потом под нее ищем систему или комплект систем. Второй подход – когда определяются верхние уровни методологические принципы и требования, выбирается функциональная архитектура, то есть на каких системах будет жить потом эта методика. И методология пишется уже с учетом ограничений и возможностей выбранных систем. Это позволяет сильно снизить доработки. Мы обычно рекомендуем идти именно таким путем. Функциональный архитектор, как я говорил, должен постоянно участвовать в обсуждении методологии для вышеуказанных целей. Мы считаем, важно провести внутреннюю пиар-компанию внутри проекта, для чего проект, что он принесет пользователям, что все в одной лодке, и чтобы не было саботажа. Потому что нередко забывается это сделать внутри заказчикам. Это как раз задача заказчика. Запланировать большое количество внутренних ресурсов вне зависимости от конфигурации команды. Всегда проект съездает большое количество ресурсов. У нас есть прям раскладки по ролям, сколько процентов, каких сотрудников требуется чаще всего на проектах. Можем поделиться. Ну и быть готовым договариваться между собой. Нередкая ситуация, когда подразделения не хотят договариваться, формирует противоречивые требования. И вот какие-то задачи входят в клинч и затягивают сроки всего проекта. То есть это тоже нужно предусмотреть. Какие были неудачные, например, примеры на проектах. То есть это не так, что совсем проекты остановились, но последний остановился. Но в этих кейсах были как раз проблемы, которые привели к определенным выводам. В первом кейсе это большое производство. Была сформирована очень большая рабочая группа по согласованию, формированию функциональных требований к системе 300 человек. И все документы с такой большой рабочей группой согласовывались месяцами. Естественно, это все увеличило срок проекта в два раза. Только методологической части. Ну и отсутствие жестких внутренних сроков по разработке методологии. Отсутствие мотивации подразделения договариваться между собой. Все тоже очень негативно сказалось на разработке. Качество не пострадало, но очень сильно пострадал срок. Он увеличился в два раза. Что для компании тоже не очень хорошо. Второй пример классический. Но сейчас мы все меньше видим таких примеров. Что хорошо. Когда разработка методологии ведется в отрыве от системы. Где-то в Excel что-то придумывается без учета того, на какой системе это будет работать. Какие интеграции будут. Какие там ограничения. Что-то придумывается в методологических документах. А потом пытается компания каким-то интегратором уже договориться, как это все внедрить на какой-либо системе. Это превращается в огромное количество доработок, затягивание сроков и огромный бюджет для заказчика. Тоже плохая ситуация. Ну и технические могут быть проблемы, когда разрабатываются, например, архитектурные или методологические решения. Вот в данном кейсе было решение считать себестоимость внутри системы финансовой. И управление холдингом в данном случае не предназначено для расчета себестоимости продукции внутри системы. Это не ERP-система. Она просто не взлетела по производительности на большом объеме данных. На маленьком работала, на больших все встало. Вот, проект закрыли. То есть, соответственно, из таких проектов делаются выводы, вот рекомендации, которые мы, собственно говоря, и озвучиваем. Надеюсь, они пригодятся. Практические приемы, как использовать возможность ограничения 1С при разработке методологии. Это как раз то, что привносит функциональный архитектор в ту часть проекта, где разрабатываются методологии. Есть стандартные ограничения в 3 аналитики субконта на план счетов. Ну, прежде всего, мы говорим про управленческий учет МСФО. Но с определенными ограничениями можно вывести до 7. Мы выводили до 7 аналитик на план счетов. То есть, часть выводится в субконт, а часть – в измерение плана счетов. Там есть определенные ограничения, но и с их учетом, тем не менее, можно получить прежде всего на пиельных счетах, это выручки, выручки себестоимости. И на балансовых счетах – это, прежде всего, банк. Там владелец большое количество измерений и аналитик. То есть, это можно тоже применять. Так работает на больших объемах. Большие объемы – это миллионы документов в месяц. При этом мы не используем четвертую субконтуру. Можно использовать производные связанные аналитики. Стандартно это, например, через точку, когда нам нужно, не знаю, добавить кредитный рейтинг контрагента. Не нужно выводить это как аналитику на план счетов, что иногда делают методологи. Можно в контрагенте указать реквизит и получать его из отчетности. Самое простое. Неочевидные, например, вещи – это часто нужен учет в разрезе дополнительных соглашений или спецификаций. Можно использовать там договор тот же, в него добавить реквизит в головной договор и, соответственно, видеть оборотку и по головному договору, и по каждому доп. соглашению отдельно. Ну и, соответственно, учет ввести в разрезе доп. соглашения. Или кейс, например, нужно учитывать стоп-лист на контрагенте. Можно заводить периодический реквизит, что чаще всего делается там стоп-лист, на самом контрагенте, и выставлять его или снимать уже автоматизировано, в зависимости от его текущей дебиторки. Можно использовать такой прием, как использование нескольких планов счетов и механизмов трансляции. То есть есть такой вариант, что при трансляции можно план счетов бухгалтерского МСФО учета объединить вообще в один, за счет этого полностью сблизить бухгалтерский учет и МСФО, и на нем вывести аналитики. Тоже это можно делать, но чревато большим количеством доработок. Но, тем не менее, этот способ иногда реализуется. Можно использовать второй зеркальный план счетов управленческого учета для расширения состава аналитик. То есть, например, у нас там на счете выручки на плане счетов не знаю, ЦФО, статьи, каналы на соседнем плане счетов, по которому трансляция идет один в один, уже добавляются не знаю, виды движения вот или, например, периоды отнесения. То есть какие-то аналитики, которые также можно получить отдельно в отчетности. Ну и, соответственно, на отчетность настроить на два плана счетов. Но вот это очень редко используется. Но, тем не менее, кейсы такие тоже есть. Правила трансляции и план счетов можно использовать для контроля. Мы всегда выводим специальные служебные счета и, например, формируем генеральное правило, что если не найдено правило трансляции, то есть ввели новую статью, правило на нее не повесили, то будет транслироваться на специальный вспомогательный счет для неопределенных трансляций. Если на этом счете появляется оборот, значит, у нас проблема. Нет какого-то правила трансляции. А так как этот оборот можно расшифровать до документа, можно быстро локализовать проблему и ее быстро исправить. То есть это можно спокойно использовать в правилах трансляции тоже. И в том числе в контрольных процедурах при разработке методологии. То есть это закладывается в СВК или в контрольные процедуры компании. Если уже сделаны корректировки для одного учета, можно транслировать для другого учета. Посчитали резервы по дебютовке в РСБУ, оттранслировали их в МСФО. Здесь все просто, когда сближено. И еще такой неочевидный лайфхак. С помощью механизмов распределения МСФО можно распределять затраты в РСБУ. То есть, например, в BitFinance или в управлении холдингом есть документы по распределению затрат. Их можно перенастроить на то, чтобы они распределяли затраты не на плане счетов управлянки, а сразу на плане счетов бухгалтерского учета. То есть делать аллокации какие-то по аналитикам уже непосредственно на плане счетов РСБУ и это транслировать. Ну, либо делать еще дополнительное распределение выручки, например. Вот. Такие моменты можно использовать в процессе разработки методологии и встраивать их и как контроли, и как способы реализации функциональных требований логических. Ну и последнее – это какие документы нужны интегратору на вход от методологов. У нас собралась команда, методологи, функциональные заказчики от интегратора функциональный архитектор. Они проработали все сближения по участкам учета, разработали целевые планы счетов и так далее. А вот интегратору на входе обычно нужен вот примерно такой список документов. Не буду перечислять, наверное, все написано. В том или ином виде. Эти документы могут называться по-разному на выходах компании, но суть от этого не меняется. То есть это такой минимально необходимый набор, который нужен на входе для успешной автоматизации системы. То есть чтобы все, что с точки зрения методологии разработано, было зафиксировано в документах, и интегратору всегда было бы куда посмотреть и разъяснить какие-то вопросы. Ну и кроме того, в течение проекта обычно методологическая поддержка от методолога остается в том или ином виде, потому что всегда по разработанной методологии 10-15% методологии по ходу внедрения может измениться. То есть принимаются какие-то новые решения, натыкаются на какие-то технические ограничения, и приходится перепроектировать какие-то моменты, в том числе с точки зрения методологии. Поэтому на это тоже нужно докладываться. Вот, соответственно, на выходе должны быть определенные документы. Ну, если нужно, там у нас есть форматы, примеры. Соответственно, когда методология разработана, мы уже понимаем, как будут сближаться участки учета, как это будет отражаться с точки зрения архитектуры системе. Нужно решить еще вторую задачу, задачу скорости. То есть мы до этого решаем задачу качества. Ну, всегда, конечно, помня о скорости формирования отчетности. И вторая задача – это как раз формирование отчетности, вот этой придуманной, разработанной, красивой, в нужные сроки. Оптимизация процессов быстрого закрытия – это практически, ну, обычно это называют проектами fast-close. На этих проектах выделяются узкие места закрытия на критическом пути. И, собственно, эти узкие места уже устраняются либо организационно, либо металлогически, либо техническими средствами. Я по всем примерам, наверное, выделил несколько моментов, которые больше всего тормозят закрытие, и, соответственно, тормозят закрытие формирования отчетности. Традиционно – это поздний ввод первичных документов. Здесь все понятно. Документы, поступающие от монополий, от контрагента, который просто затягивает, авансовые отчеты и так далее. Стандартная проблема. Следующее, то, что тормозит, – это ввод различных корректировок. Документы – это то, от чего как раз пытаемся избавиться путем сближения. Мэппинги, выверка мэппингов, параллельные участки учета, параллельные себестоимости и так далее. Все это лежит на критическом пути закрытия и, естественно, его удлиняет. Любые интеграции и сверки точно так же обычно лежат на критическом пути и удлиняют путь закрытия. Особенно, когда мы что-то передали, посчитали, поняли, что у нас неправильная первичка или неправильно передались данные, еще раз все запускается по новой. И здесь уже время выполнения этих процедур становится критичным, потому что мы не один раз, а два, например, или три раза запускаем одни и те же расчетные процедуры или одни и те же интеграции. Соответственно, сами технические процедуры занимают время, расчеты себестоимости. У кого-то может считаться сутки, у кого-то может считаться трое суток себестоимости. Естественно, это негативно сказывается на сроках формирования отчетности. Криптировки списания, трансляции очень много времени занимают, из одних видов учетов другие. Восстановление последовательности взаиморасчетов, тоже часто операция тяжелая, которая может от нескольких часов до суток длиться. Амортизация при больших количествах основных средств. Если у вас есть еще варианты, то можете перечислить свои процедуры, которые также негативно сказываются на быстром закрытии. Как это лечить? То есть мы некоторые способы разберем. То есть проблема позднего ввода первичных документов. Как обычно лечится? Стандартная работа – это работа с контрагентами, кураторами договоров, материально ответственными лицами, первичным учетом. Это перезаключение контрактов, более жесткие контрактные обязательства по предоставлению первички. Это различная мотивация по предоставлению первички вовремя и так далее. То есть любые организационные, юридические, технические процедуры, которые могут доставить нам первичку быстрее. Но никогда это не работает 100%, и никогда 100% закрытия первичку не предоставляют. Но тем не менее работать над процентом снижения – это очень стоит. Там, где не получается, применяются условные начисления, либо на основе справок, например, справка от энергетика с количеством киловатт-часов, с ставкой, на основе которой мы можем сделать условные начисления по электроэнергии. Это какие-то нормированные затраты, например, нормы по перевозке между двумя городами, стоимости по перевозке, по которым мы тоже можем начислить транспортно-заготовительные расходы. И продвинутый способ – это заявки на затраты, когда формируются инициаторами заявки на затраты в системе, что я хочу в этом месяце понести затрат на 100 рублей. Приходит фактических документов на 50, мы инициатора спрашиваем, что делать с остальным на 50, он говорит, я еще понес на 30, но документов пока нет, мы начисляем 30. Или система может автоматически, там не спрашивать инициатора, она автоматически начислит 50 на разницу между заявкой в этом периоде и пришедшими документами. Есть разные методики, которые так или иначе прорабатываются. И таким образом, за счет условных начислений мы не ждем первичных документов. Я чуть подробнее дальше эту тему раскрою. Автоматизация ввода первички – это, например, роботизированная разноска выписки, например, на проекте Петровича, если, например, приводить, там от 6 до 10 тысяч входящих платежей за счет робота и автоматизации разносится 1-2 часа в банковский день. И это сильно сокращает трудозатраты, если бы кто-то сидел просто это руками разбирал, выписку. Соответственно, все формы юридически значимого электронного документа оборота, то есть нет бумаги, у нас пришла поставка, быстро прилетели УПД, универсальные передаточные документы, и попали в систему. То есть это быстро, конечно, ускоряет. Различные роботы по сканированию, распознаванию документов тоже могут использоваться. И в компаниях, где большое количество перевидчики стандартизованы, это достаточно широко используемый метод попадания первички в систему быстрого. И неочевидный метод еще предзакрытия, это проведение всего закрытия 25-го числа, выявление всех ошибок, которые до 25-го числа мы можем найти, устранение этих ошибок. И в момент закрытия уже там с первого числа работают только с хвостиком оставшихся ошибок, они решают все проблемы уже в само закрытие. То есть предзакрытие позволяет распределить работы по корректировкам, по устранению ошибок во времени. Опять же, положительно повлияет на ввод первички, потому что она корректируется раньше. Соответственно, проблема ввода корректировок в управленческом учете МСФО, как раз мы говорили, что это сближение видов учета, сокращение. Меньше корректировок, меньше времени они занимают. Все очень просто. Проблема интеграции и сверок, неизбежных интеграций. Иногда мы пересматриваем архитектуру и по каждой системе задаем вопрос, а нужна ли эта система, мы перенестили ее функционал внутрь и этим избавиться от лишней интеграции. Или какие-то функциональности разных систем слить в одну и сделать одну интеграцию, которая будет проще выверять. То есть здесь важно всегда посмотреть на архитектуру. Снижение количества ошибок на этапе первички. То есть встраиваем различные проверки, контроли, обязательные реквизиты, оповещение о некорректности данных, возможные ворнинги и так далее. То есть все, чтобы снизить количество ошибок ручного ввода. Можно встраивать эти проверки. В DNS и так немало проверок таких встроено, но мы встраиваем еще, например, дополнительные разные. Автоматизация сверок. Если есть интеграция, то сверка неизбежна, но ее можно автоматизировать, то есть чтобы система автоматически сверяла их по каждой сессии передачи данных и регламентно в конце, перед закрытием периода, сверяла переданные данные между системой источником и системой приемником. А пользователь привлекался уже только на отклонение, а не искал эти отклонения самостоятельно. Для больших компаний помогает портал сверки в ИГО. Это позволяет функцию сверки между компаниями группы спустить от одного подразделения, головного подразделения компании, часто как раз подразделения управленческого учета, которое за все дочерне зависимое общество сверяет между ними обороты, ищет расхождение, пытается выяснить у ДЗО, почему расхождение возникло. За счет портала сверки в ИГО можно эту работу передать вниз непосредственно на сами ДЗО, чтобы они между собой в параллельном режиме, самое важное, в параллельном режиме, сверились, урегулировали расхождение, нашли их там, довыставили какие-то документы, если не выставили, вот, и таким образом ускорили процедуру консолидации. И, соответственно, вот все, что касается сверки, за счет портала в ИГО может быть достаточно хорошо оптимизировано. Ну и технический способ, это использование шины данных в интеграциях достаточно сильно может ускорить саму процедуру интеграции. То есть перегрузка может идти, например, всю ночь, там 8-10 часов. За счет использования шины данных и там многопоточной обработки можно это время сократить там до часа, например. Ну и разные технические процедуры, за счет которых можно оптимизироваться. Это оптимизация методики расчета себестоимости, например, элокация расходов. Именно сама оптимизируется и сама методика, и техническая реализация. И за счет этого достигается эффект. Все распределения делать внутри одной системы, то есть если нам нужны какие-то данные, база распределения, например, штатная численность персонала, то эту штатную численность нужно загружать в систему, в которую мы распределяем, там, в УКУ, в Битфинанс, и уже использовать эту базу распределения, а не запрашивать дополнительно эту базу распределения из внешней системы. Это ненадежно работает. Ну и очень действенный момент, это многопоточная обработка данных. Я про нее расскажу позже. Она подходит для большого количества процедур. Соответственно, вот эти все варианты оптимизации, они распадаются на конкретный перечень инициатив. То есть, например, какие там сроки закрытия, и за счет каких инициатив можно сократить сроки закрытия. То есть, они распадаются на конкретные уже задачи работают. Перегрузка такая-то, сверка такая-то, восстановление последовательности такое-то. И по каждой такой задаче мы видим, как она влияет на критический путь, и как ее можно оптимизировать. Либо за счет технических средств, либо за счет методологических средств. Например, вообще просто исключить эту процедуру. В некоторых случаях определяется, что процедура за счет изменения методологии уже и не нужна. Мы просто ее убираем полностью из регламента закрытия. Ну и, соответственно, строится вот такой детальный регламент закрытия. В нем может быть 100-150 шагов. И в этом регламенте выделены критические вещи, которые по длительности влияют на критический путь закрытия. И, собственно, они и оптимизируются. Это и есть суть фасткоуза. Какие типы оптимизации затронем? Первый тип – это организационная оптимизация. То есть, когда только за счет организационных процедур, как раз коллеги Петровичи достигли очень хорошего результата за счет организационных процедур, снизили, то есть выиграли несколько дней закрытия. Это очень хороший результат. То есть без применения еще какой-либо методологии либо технических средств. Это очень важно. Дальше процедуры технические могут быть для оптимизации тяжелых операций. Здесь уже большая такая техническая часть – это пересмотр алгоритмов и методики вместе с методологами, то есть самих алгоритмов расчета. Например, расчет резервов по дебюторской задолженности можно считать в разрезе контрагента договора, а можно считать в разрезе каждого документа расчетов. И с точки зрения длительности этой процедуры, это будет очень разная длительность, очень разная скорость. Поэтому методологический подход может это поменять. То есть будет определено, что не нужно считать так детально, отлавливать какие-то копейки, но за счет этого выиграть время на критическом пути. Чистая техническая процедура рефакторинга кода может дать большой скорости, но может и не дать. Здесь в зависимости от того, как был написан код процедуры, которую мы рефакторим. Ну и рефакторинг чреват тем, что может пострадать сама функциональность. То есть считалось до этого правильно, после рефакторинга может считаться неправильно. Это надо тестировать. И очень скрупулезно проверять, особенно если это себестоимость или НДС. Многопоточный, следующий момент, это многопоточная обработка. Очень помогает нам на всех сейчас проектах, в битфинансе, в УТ, в управлении холдингом. В принципе, уже не суть важна, какая там династическая система. Мы туда забрасываем все операции, которые можно распараллелить и которые так или иначе тормозят закрытие. Это трансляции, себестоимость, взаиморасчеты, загрузки разные, из систем, загрузка остатков даже забрасываем туда, для того, чтобы распараллелить задачи. Что здесь важно? Здесь не меняется сама логика. То есть, если считалась корректировка стоимости списания товаров, то логика этой корректировки не меняется. Сама просто процедура распараллеливается. И мы снимаем здесь риск посчитать неправильно. Ну и последний момент, это использование внешних программных библиотек. Редкое решение. Есть даже программы продукта, которые это решают. Такие решатели системы линейных уравнений. Подходит только для расчета себестоимости, но может очень сильно ускорить расчет себестоимости. Но там есть транзакционные издержки, когда нужно выгрузить в этот решатель данные, потом загрузить из решателя данные, на что тоже уходит время. Это нужно учитывать. И следующий тип оптимизации это работа с условными начислениями окруалами. То, что я говорил чуть поподробнее. Мы выделяем четыре типа этих окруалов. Первый это операции. Если у нас операции есть, есть операции с закрывающими документами, то есть документы сами есть. Они, например, в сканированном виде лежат в электронном архиве. Но бухгалтерия их не разносит или еще не разнесла и разнесет через месяц, например. Есть разные ситуации. Мы уже на основе этих документов можем сделать условные начисления. Просто делаются условные начисления. Второй кейс это простые цикловые графики договоров, аренда, коммуналка какая-то. То есть неизменяющиеся суммы, которые не требуют актирования. То есть на их основе можно сразу же тоже делать условные начисления. Третий тип это операции, которые требуют актирования. То есть должны закрываться какими-то документами, но есть какой-то график. Например, с точки зрения маркетинга или рекламы может быть какая-то федеральная реклама с абоненткой и с понятным графиком платежей ну и, соответственно, закрытие актами. И мы на основе этого графика можем начислить расходы. Потом могут прийти немного другие расходы, которые будут отличаться, но эти отличия будут некритичными. Тем не менее, на основе графика мы можем уже начислить эти расходы, дожидаться первички. И четвертое это операции, которые требуют актирования. Нет закрывающих документов, нет графиков, ничего нет, но есть, например, заявки на затраты. Как я уже проговаривал, этот способ, то есть на основании заявки на затраты на ее остаток можно сделать круг условное начисление. слайд из 1С, как это условное начисление работает. По сути, мы делаем условное начисление, сразу же делаем сторону в следующем периоде. Документ, который приходит в первичке в бухгалтерском учете, отражается, транслируется уже только в следующем периоде. Соответственно, перекрывается со стороны, и у нас в следующем периоде только дельта. Если необходимо, есть в 1С прям подробная презентация, как это делается. Принципы для, например, битфинанса и управления холдингом очень похожи. Можно использовать этот материал. Это то, что касается процедур оптимизации, процедур закрытия месяца. То есть для того, чтобы та методология, которую разработали, те аналитические разрезы, процедуры расчетные, они выполнялись быстрее. Следующий момент, это что происходит с аналитиками. Я здесь пойду быстрее, у нас немного времени остается. Что сделать с управленческими аналитиками? Как я говорил раньше, мы их размещаем на плане счетов управленческого учета, чаще всего МСФО. но вопрос о какие аналитики, как их определить? Мы делим два класса аналитик, это аналитики PL, отчетоприбылих, убытков, и расшифровки по балансу. Что имеется ввиду под аналитиками PL? Вот пример, это очень хороший слайд наших методологов, как их определять. Выбирается аналитика, например, нужно видеть валовую маржу, то есть по каждому каналу продаж, или я хочу видеть по каналу продаж только выручку, или выручку и себестоимость, соответственно, валовую маржу, или бегунок такой, или на каждый канал продаж хочу еще распределить коммерческие общие административные расходы, видеть его полную рентабельность этого канала. И так по каждой аналитике, плюс уровни ответственности определяются. На сессиях с бизнесом выделяются такие перечни аналитики, методологи предлагают какие-то новые аналитики, они говорят, например, в вашей отрасли еще есть учет по брендам, не хотите вести учет по брендам, бизнес говорит, хотим, и эта аналитика включается уже в общую схему и, соответственно, в учет в системе. Второй пример, тоже, когда мы прорабатываем на рабочей сессии, что, например, нужно ли коммерческие или управленческие расходы распределять на проекты, проекты, у которых есть выручка и себестоимость, достаточно ли нам только валовой прибыли в разрезе проектов, или мы хотим видеть более-менее полную рентабельность до EBIT на разрезе проектов, то есть он может быть на уровне валовой прибыльный, а на уровне EBIT убыточный, соответственно, что с этим делать, и также по видам деятельности и по другим типам аналитик. Соответственно, все эти аналитики можно размещать уже, как я говорил, на плане счетов, например, вырезки счетов там выручки, где в качестве измерений и субконта выведены разные аналитики, уже на план счетов, то есть это ограничение в три субконта технически можно обойти так, чтобы не убить производительность системы, потому что с четвертым субконтом производительность стремительно падает, есть определенные ограничения. соответственно, решается вопрос в этом же блоке при разработке аналитик, стыковке аналитик бухгалтерского управленческого учета, это как раз одна из задач тоже сближения. Идея очень простая, разрабатывается целевой классификатор управленческих аналитик, прежде всего статей затрат, статей движения денежных средств, и бухгалтерский учет начинает вестись в этих аналитик, но с учетом ограничений бухгалтерского налогового учета, то есть если это статьи затрат, то они дополнительно классифицируются на принимаемые и непринимаемые, статьи ДДС классифицируются под формой 4, чтобы она собиралась автоматически, статьи ДДС по бухгалтерскому и СФО учету делаются с учетом требований СФО, там есть тоже определенные требования, ну и например, там делается мэппинг подразделения МВЗ, подразделения вместо возникновения затрат и СФО, если это возможно, и соответственно таким образом мы часть аналитик спускаем уже сразу же на уровень бухгалтерского учета, без того, чтобы сломать этот бухгалтерский учет с точки зрения системы, то есть это мы работаем только со справочниками, и это тоже хороший метод. Иногда после разработки методологии, вот на одном из проектов, без еще внедрения системы, мы сразу же в систему учета передали, спустили все управленческие аналитики, и это дало эффект на мэппингах. Соответственно необходимо решить проблему дублей и отсутствия нормализации справочников. Здесь лекарство очень простое, это централизованная система нормативно-справочной информации, то есть это блок MDM, мастер дата менеджмент системы, для того, чтобы нормализованные разработанные классификаторы не испортились в процессе деятельности, то есть не добавлялись дублей и так далее, то есть все справочники вводятся через заявку, и создается подразделение, которое за эти справочники отвечает за частоту и ведение этих справочников. Соответственно с точки зрения аналитик, если резюмируете, необходимо с бизнесом проработать перечень этих аналитик, глубину учета этих аналитик с точки зрения валовой прибыли или беды, с точки зрения архитектуры правильно разместить эти аналитики на планах счетов и регистров и решить проблемы того, что эти аналитики с точки зрения дублей могут испортиться, то есть испортиться может классификатор из-за неконтролируемого ввода этих аналитик за счет как раз централизованной системы НСИ это можно сделать в той же ухе и перейдем к последней теме, то есть мы вывели большое количество аналитик, то есть разработали их с точки зрения методологии, вывели на план счетов, количество операций например, что делать с производительностью системы, то есть больше аналитик, всегда производительность меньше, потому что больше расчетов, больше аллокаций, больше разных технических процедур. Метрики в базовых системах, то есть мы, грубо говоря, из коробки, здесь очень важный дисклеймер, это замеры, которые проводились на определенном оборудовании, в определенной среде, с определенными информационными операционными системами, SQL-серверами и так далее, то есть эти замеры стоит воспринимать как то, что было в какой-то определенной среде, в вашей среде или в другой среде, замеры могут быть другими. Ну, несовершенно, наверное, другими, но тем не менее это очень сильно может влиять все окружение с точки зрения системы. Здесь я привожу именно части тех аналитик, тех метрик, которые у нас были на входе и до каких метрик мы докрутили после тюнинга системы. Вот, то есть для понимания именно разницы, что можно выжать, да, там, как, чего можно добиться от системы. Ну, соответственно, там, для битфинанса это показываем именно те вещи, которые делали замеры. Это мы всегда используем там Абдекс, конечно же, КИП, часто используем корпоративно-инструментальный пакет Одинессовский, Забекс в качестве съема аналитик, ну, это разные технические средства для того, чтобы ускорить Одинеску. мы используем многопоточную обработку данных, которые сильно разработали на одном из проектов, которые позволяют очень сильно ускорить различные расчетные процедуры или любые тяжелые операции. Вот, и сейчас применяем это на всех проектах. Здесь никакой Америки не открыт, многопоточная обработка, она в Вадимейсе была всегда, и различные были наработки в этом плане. Мы посмотрели на то, что сейчас есть представлено, поняли, что ничего это не подходит, разработали свой менеджер потоков, и он оказался настолько универсальным, что мы с помощью него стали делать практически все тяжелые процедуры, в него запускать, начиная от загрузки остатков, заканчивая трансляциями и расчетами себестоимости. Для чего можно разогнать систему, соответственно. УХ, загрузка данных и трансляция 26 проводов в секунду, небольшое количество потоков, ограничения по оборудованию. Очень важно понимать, что здесь потолок это именно железо, больше железа, быстрее работает. но практически на неограниченном почти железе у нас получалось это в рабочей системе, то есть нужно понимать, что это замеры рабочей системы и реальных закрытий. И здесь можно добиться достаточно хороших показателей по скорости за счет тонкой настройки оборудования и большого количества железа. можно выйти на достаточно приличную производительность в системе. Просто есть старый постулат, что 1С очень сильно тормозит, но при определенной настройке она может работать достаточно быстро. Заключение. Я пройду, кратко резюмирую, про что проговорили. Сближение видов учета, то есть как раз чтобы выйти на единую версию правды из системы позволяет снизить количество корректировок и получить все перечисленные бенефиты. Меньше затрат на функцию, выше скорость. Вот это основные бенефиты, которые дают сближение. С точки зрения аналитик практически советы, как дать бизнесу необходимое количество аналитик, чтобы эта единая версия правды распадалась на требуемый бизнесу типа аналитик. Как я уже говорил, определить, какие аналитики действительно нужны и для чего не стоит брать все подряд аналитики. Как я уже говорил, каждая аналитика стоит денег. Кто-то должен заполнять, проверять, какие-то должны быть контрольные процедуры, трансляции и так далее. Это все время и деньги. Поэтому каждая аналитика взвешивается. Действительно она нужна или ее можно получить каким-то другим способом. Дальше нужно определить архитектуру на входе, как мы говорили. Важно здесь распределить между системами задачи. Мы сторонники модульного подхода, чтобы себестоимость считалась в торговой и производственной системе, а финансовые результаты уже с учетом распределений различных уже в финансовой системе. И не нужно эти понятия смешивания. Не нужно например документов оборот нагружать функции бюджетного контроля. Для этого есть УХА или Битфинанс или ЕЛП. Это все чревато доработками. То есть архитектуру необходимо предусматривать и прорабатывать сразу. Каждая система должна отвечать за свою область, за свою задачу. Определить размещение аналитик на планах счетов. То есть какие аналитики будут сидеть на плане счетов РСБУ, какие будут на управленческом плане счетов. Нужно ли выносить аналитики на регистры. Есть такие способы. Технически определить нужно ли выносить на измерение плана счетов или хватает уже субконтов. Часто не всегда нужно было выносить на измерение, например, определить, что можно получить как производную аналитику. Иногда внутри аналитики ЦФО зашит канал, сегмент и ЦФО. Сегмент в смысле регион. И за счет этого внутри одного справочника мы получаем сразу три аналитики. Так тоже можно делать. Либо получить производственную аналитику ЦФО, прицепить еще какую-то аналитику, например, вид деятельности. И по ней также собирать отчетность, не выводить это на план счетов. Вынести аналитики на регистры бюджетов, как крайней мере это можно и в Бетфинансе делать, и в ERP, и в управлении холдингом, ну, там разными немного инструментами, но смысл такой, что можно аналитики учитывать дополнительно не только на план счетов, но и на вспомогательных регистрах. Там их можно добавить больше, так как снимаются ограничения, плана счетов, но это чревато возможными расхождениями, то есть этим способом пользоваться можно и пользуются, но за ним нужен присмотр. Использовать шифры производственных затрат. Практически сейчас уже не встречаем таких моментов, когда внутри одной аналитики заворачиваются все возможные сочетания, например, трех аналитик, вот, вот, и создаются некие ключи, и по этим ключам уже ключам производственных затрат или шифрам производственных затрат уже ведется учет, например, на аналитике номенклатурной группы. Но сейчас редко встречаем этот момент. Ну и, соответственно, чтобы это все быстро работало, нужно провести оптимизацию. Не всегда эта оптимизация нужна, кстати, только для высоконагруженных систем, где большое количество операций, вот, или там, где у нас операции на критическом пути лежат закрытия, но, тем не менее, то есть, если ожидается большое количество, то эти процедуры требуется предусмотреть оптимизация алгоритмов, рефакторинг, шины данных, многопоточная обработка данных. Вот, это позволит получить вот эту нашу единую правду, но только достоверное качество, но и быстро. Коллеги, у меня по основной части нашего доклада все, давайте тогда перейдем к вопросам. Надеюсь, это полезно было. был вопрос от Тимура вести управленческие аналитики, разве задачи бухгалтеров. Вот здесь, смотрите, как раз с точки зрения организационной, поделюсь, иногда вводится такое, как я говорил, понятие смарт-бухгалтер, когда бухгалтер отвечает за участок учета, то есть, например, основные средства и по бухгалтерскому учету, и по налоговому учету, и по МСФОю по управленке, то есть, участок в одних руках, и это очень сильно помогает с точки зрения закрытия и вообще организационной, и с точки зрения ответственности. Да, это нужно прокачивать квалификацию бухгалтерии, но бухгалтерия часто и сама рада такому распределению, поэтому в некоторых случаях это очень хороший кейс. Выделяет иногда функцию первичного учета и уже бухгалтерия, то есть, первичный учет только заводит данные строго по инструкции, в том числе указывая управленческие аналитики, например, управленческие статьи затрат на бухгалтерском плане счетов, поэтому в некоторых случаях ответ да, бухгалтер отвечает за управленческие аналитики. Так, слайд 16 по схеме один из я не понял про 16 слайд вопрос, если честно, можно переформулировать. На слайде 22 поподробнее связка двух планов счетов для расширения аналитики. На втором плане счетов дублируются аналитики первого или нет? Есть такой способ, то есть можно использовать второй план счетов, то есть на одном плане счетов выводятся одни аналитики из документа, то есть важно понимать, что они не берутся из воздуха, они берутся из документа, либо из алгоритма мэппинга. когда мы настраиваем трансляцию. Соответственно, чтобы обойти ограничения, часть аналитик можно разместить на одном плане счетов, рядом создать такую же структуру плана счетов, имеется в виду по самой синтетике счетов в этой же системе, настроить правила трансляции по сути один в один, но с заполнением аналитик других, то есть на первом плане счетов у нас например цифо, на втором плане счетов у нас каналы выручки, и таким образом получить две аналитики на планах счетов. Здесь проблема с отчетностью, потому что если нам захочется посмотреть цифо в разрезе каналов, то это будет с точки зрения стандартной отчетности невозможно сделать, но с точки зрения конструктора отчетности конечно можно будет сделать, либо выгрузив это в BI систему и стыковать уже там. Но сам механизм правил трансляции нас защитит от того, что могут в принципе разъехаться цифры между каналами и цифро в 90-х счетах. У нас изменится именно только само распределение по аналитикам суммы этого 90-го счета. Такой способ применять можно, и в паре кейсов я этот способ видел и использовал. Так, форматы примеров документов прошу поделиться. Ну, да, у нас примеров документов достаточно много, даже подготовленные специальные там 25 примеров типа документов методологических и проектных. Вот, можем в частном порядке уже обсудить. Так, дальше на ERP реально выстроить работоспособную, на 1С ERP реально выстроить работоспособную систему? Да, реально. У нас был кейс компания, которая, ну, там, группа небольшая компаний, дистрибьютор, это очень крупный дистрибьютор по СЗФО в такие сети, там, как ОКЕ, ЛЕНТА, МЕТРА, там, ну, большое количество СКЮ, большое количество контрагентов, поставщики и так далее. Ну, и достаточно высоконагруженная система. Полностью управленческий учет, казначейство, бюджетирование, планфактный анализ, все реализовали на ERP. Бухгалтерия там стояла отдельно, и в высоконагруженном варианте эта система работала. Мы там даже не применяем однакоточную обработку, но объем документов там очень приличный, потому что это, по сути, дистрибьютор, и большое количество документов прокачивается через систему, в том числе через операторов EDI, потому что, ну, все сети, они требуют практически электронного документа оборота, и большое количество информации проходило именно через EDI операторов. Поэтому, да, можно выстроить на ERP и управленческий учет. Единственное, что там с консолидацией сделать ERP практически невозможно. Ну, именно консолидацией МСФО в классическом понимании. Так, по результатам ваших внедрений количество сотрудников увеличилось. вот, кстати, в одном из проектов была задача не увеличение штатной численности сотрудников финансовой функции при росте компании 20% в год. Достигли. Не увеличивается. Ну, за счет автоматизации нужно понимать, на входе в систему нагрузка на пользователей, конечно же, гораздо выше, то есть, когда она запускается. Когда проходит один цикл опытки, обычно это три месяца квартал, то есть, четыре месяца квартал закрывается. Вот, нагрузка снижается, потому что процесс уже отлаживается, система отлаживается, и рутинная операция автоматизируется, поэтому там привлечение большого количества сотрудников и привлечение штата не требуется. Так, так, так. Да, ведь заполнить все аналитики для управленческого учета, это требует много затрат. Здесь согласен, с одной стороны требуется заполнение аналитик, и приходится учить этому специалистов первичного учета, но с другой стороны мы их освобождаем от разных других рутинных операций. Вот, и вот это освобожденное время можно использовать и для управленческого учета, для аналитик, и, соответственно, для анализа отчетников. Вопрос, как жить после оптимизации тяжелых процессов в системе, если регулярные обновления 1С выпускает, это большие ресурсы ИТ. Вот, про оптимизацию, мы как раз выбрали способ многопоточной обработки в большинстве проектов, ровно для того, чтобы использовать типовые средства, то есть это встраивается в систему в качестве менеджера потоков, и мы используем типовые закрытия, типовые распределения, типовой расчет себестоимости, типовой расчет корректировки стоимости списания, то есть именно типовую трансляцию, типовые алгоритмы, которые с релизами обновляются, вот, но за счет расправления в многопоточном режиме, в их, ну, в эти обновления не вмешиваемся, но вот там, где сам алгоритм меняется, например, там часто в расчете себестоимости, там, безусловно, приходится поддерживать эти обновления, здесь, к сожалению, нету не сами таблетки, и там на проектах нужно выстраивать архитектуру таким образом, и доработки таким образом организовывать, чтобы с точки зрения обновлений эксплуатационные затраты были ниже, есть определенные способы, и разработчики про них знают, как делать так, чтобы не убивать обновление, процесс обновления. Насколько влияет на производительность добавление новых измерений? До определенного уровня пропорционально, то есть добавляем измерения, система начинает работать медленнее, но это все можно отслеживать только экспериментально. При добавлении, например, четвертого субконта производительность падает по экспоненте сразу же, поэтому, например, четвертого субконта стараемся вообще никогда не использовать. за счет добавления измерений на план счетов производительность не сильно ухудшается, но все равно, конечно, там становится меньше, и здесь нужно просто отслеживать метрики через Абдекс смотреть на ключевые операции. Отказавшись от ШПЗ, к чему перешли. Шифры производственных затрат это один из способов размещения большого количества аналитик на ограниченном плане счетов. То есть на одной из компаний применили как раз шифры производственных затрат, вот эти ШПЗ, нам нужно было дополнительно разместить три аналитики на плане счетов, две уже заняты, то есть пять уже не разместишь. Ну, тем более тогда мы еще не прорабатывали эти способы размещения до семи аналитик. Сейчас у нас опыта в этом плане больше, мы понимаем, как это сделать. Тогда использовали ШПЗ, не отказались, мы тогда использовали ШПЗ как номенклатурную группу, проблемы были с заполнением этого справочника ШПЗ, то есть при добавлении статей должны были автоматически формироваться ключи, вот, при распределении затрат в бюджетах и в факте были проблемы, потому что аналитика по сути одна, и распределение по ключам было сложнее настроить, но в целом рабочий вариант это работает, но требует очень большого количества внимания, конечно, гораздо больше, чем если эти аналитики просто разместить в качестве субконта или измерения. Так, вы говорили про важность железа для производительности, есть ли какие-то рекомендации конкретные по объему обрабатываем информации системы по железу, сложно обосновать бизнеса, что на текущих ресурсах целевые задачи решить быстро не получится. Мы на своих проектах, во-первых, это нужно доказать, да, то есть все очень просто, это нужно доказать, то есть встраиваются счетчики, встраивается Авдекс, бизнесу показывается, что, смотрите, вы жалуетесь, и ваши жалобы, они в конкретных цифрах видны, да, там, там, Абдекс, там, 3, 2, вот, и так далее, то есть замеры производительности по вашим ключевым операциям в красной зоне, вот, для того, чтобы эту производительность улучшить, в некоторых случаях, ну, я говорю только с точки зрения железа, про многопоточную обработку, железо может решить проблему, то есть добавить железо, добавить многопоточную обработку, и тогда по определенным ключевым операциям производительность будет, проблема производительности будет решена, вот, мы в таких случаях, когда видим, что можно решить проблему производительности, у нас сейчас есть, например, такая текущая активность, можно решить за счет многопоточной обработки, мы смотрим, какое железо стоит сейчас, и разрабатываем сайзинг, там, процессоры, сколько ядер, какая оперативка, какие жесткие диски, и так далее, то есть разрабатывается детальный сайзинг под целевую архитектуру, нужно понимать, что вы тоже можете это посчитать, то есть эффект минимальный дается там где-то уже, когда распараллеливается на 10, например, потоков трансляция, вот, там, 6-10 потоков, и это можно сделать там часто на текущем железе, но с увеличением, конечно же, оперативной памяти, количество ядер, первую очередь, память, вот, а для кейсов, когда у нас 100 потоков, там, конечно, требуется совершенно другое уже железо выделяемое, и достаточно серьезные мощности, для того, чтобы и система не тормозила, пока мы считаем себе стоимостью. я не понял, как связать два плана счетов для цели расширения аналитичности одной проводки, два плана счетов, две проводки, то есть внутри одного документа у нас три проводки, одна по плану счетов бухгалтерского налогового учета, одна по плану счетов управленческому первому, одна по плану счетов управленческому второму, ну, иногда, например, в битфинансе есть план счетов бюджетирования, там, может быть, там, проводка по плану счетов бюджетирования для факта по бюджету по балансному листу, проводок несколько, сколько журналов операции, так и проводок. Коллеги, еще вопросы? У нас есть еще 10 минут. Тимур, здесь можно в отдельном порядке проговорить, если тема интересна, с удовольствием пообщаемся, скажем или покажем примеры. Хорошо, коллеги. Тогда пока, если вопросов нет, я хотел поблагодарить их за участие, за вопросы. У нас в компании создана группа сообщества финансовых директоров, это именно больше профессиональное сообщество, где публикуются разные кейсы. По решению как раз практических задач финансового директора по учету, по бюджетированию, по казначейству и так далее. То есть все стандартные рабочие моменты. Соответственно, коллеги делятся опытом, не только из нашей компании, коллеги делятся опытом. Если интересно, тоже подключайтесь. Вот еще вопрос с вами. Можно организовать встречу отдельно с бизнесом? Конечно, можно. Без проблем. Как раз через наших коллег они организуют такие встречи. Так, все. Вроде бы больше вопросов нет. Коллеги, хотел сказать большое спасибо. Вот, надеюсь, информация, которую поделились, была полезна. Спасибо большое.